Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, это игра Miss Survival, и мы с вами продолжаем осматривать объявления, обновления, то есть, извиняюсь. Что ж, обнова называется 0.2.5, вот такое вот у нас короткое название, и в обнове не так уж и много. Что там добавили? Car Impact Sound Effects, короче, какие-то звуки удара машины, надо это проверить, и может быть какая-то деформация, я не знаю, надо просто-напросто проверять. Дальше, More Bullets Impact, это означает что? Это означает, что у нас будет или More Bullets Impact FX, это типа, или больше дамага у нас делают патрончики наши, да, из разного оружия, или только звук, это тоже надо проверить. И, конечно же, написали, что есть Bandit Sniper Sound Effects, то есть, бандит, короче, когда нас снайперит, есть какой-то другой нюанс, надо послушать, опять же, или мы увидим пулю, или мы просто услышим какой-то эффект пули, это надо все проверять. Но, проблемка в том, знаете в чем? Я зашел в игру, здрасте, мне писали, что вас уже как бы забаговать не так легко будет, то есть, разработчик писал, что баги исправили, где у нас второй? И сказали, люди наши, вот эти вот NPC, не будут больше баговаться? Да нифига, что-то я вижу, как бы это не работает. Здрасте, как у тебя, я уже забыл, как вас зовут? Скотт, здорово, это у нас Рэйчел, да? Нет, это Кейт, я же говорю, блин, все забыл, что поделаешь? Генератор не работает, нифига не работает, да, у нас все отлично. В чем проблемка? Проблемка в том, что у нас нет патронов для снайперской винтовки, это большущая, ё-моё, какое увеличение, я и забыл даже, да? И мне нужно сделать пульку, друзья мои, патрончик, это мы сделаем с вами прямо сейчас. Ага, это, это, это для пороха, для пороха нам нужен вот этот вот ресурс, но, к сожалению, этого ресурса у меня нифига, мне кажется, нет, поэтому возьму, какой порох у нас есть, так как какие-то сбережения у нас все-таки накопились. Это у нас находится вот здесь, 6 пороха. Ух ты, гранатку тоже можем попробовать сегодня. Давайте попробуем гранатку сегодня, посмотрим, как она работает. Это проверим, все проверим, что поменяли, что не поменяли, гильзы. Калибр 5-й, 45-й, 9 мм, это для пистолета. Пусть пока будет все со мной, почему бы и нет, мы это с вами сейчас прям будем крафтить и проверим, как это все говнецо работает. А, для пороха, я сказал, что у нас нет этого, значит, порошка специального для пороха нет. Вот, окей, что нам нужно сделать? Какие у нас патроны есть? На пистолет 2, на пушку, на винтовку, на автомат, то есть 4, нам нужно, значит, на этот и на дробаш. А дробаш у меня в инвентаре есть? Нет, дробаша у меня в инвентаре нет, сейчас мы возьмем дробаш, у нас тут специальный ящик, который не имеет ни одного дробаша. А где у нас все пушечки, секундочку, я с вами немножко забыл, ух ты ж, ё-моё, сколько у меня тут бронежилетов есть. А это как понимать, у меня что, реально нету ни одного дробаша? Вот, смотри-ка, а что ты думал, у меня типа этого не должно было быть? Хорошо, смотрим, ты лук-то убери, тебе лук сейчас не нужен. Ну а вы, друзья мои, вот смотрите, у нас уже светает, все становится круче, красивее, ярче, и вы, конечно же, если вам не трудно, если вы хотите больше видосов по Мистер Вайвл, не забываем про пальчики вверх, это прям обязательно. Так, с порох, 6 порох у нас есть на каждый патрон, по одному пороху, а для дробаша надо аж 2 пороха, это очень дорого. Значит, Райфл Эмо, нам нужен Райфл Эмо, давайте сделаем с вами гильзы Е-16, сделаю 2 патрона. 4 минуты, давай, крапт yourself, само собой, мы с вами сделаем, такс, 2 патрончика есть, куда они залезли-то? А-а-а, кто-нибудь эти патроны, а, вот они, блин, ё-моё, я уже забыл, как это все выглядит. Дальше, у нас еще осталось сколько пороха, секундочку, пороха у нас осталось 4, и как раз мы с вами проверим трабаш. Да, сделаем 2 патрона, и мы из-за этих 2 патронов мы используем весь, ёлка ламане, блин, порох. Почему я этот порох вот не могу взять? Ай-яй-яй-яй-яй, нехорошо-то как. Так, заряжаем дробаш. О, так у меня было, 4 патрона и было, блин, вот будет сейчас 6. Хорошо, 6 патронов в дробаше. В пистолете 2 это нормально, нам хватает для теста. 4, и 2, 6 для этого, и для снайперки. Так, секунду, я для снайперки не сделал? Ха! Как понимать-то ё-моё, блин, погоди, а что будет тогда в снайперках? Какие патроны в снайперке нужны? Я сделал вроде бы райфл эмо. Это для снайперки по ходу? По ходу. Да, это для снайперки. Да, пришлось, пришлось, пришлось мне все переделать, да, то есть заново. Начать и все сделать заново. Короче, у нас еще 4 пороха есть, я могу себе сделать, позволить себе, вот, 4, ровно 4 патрончика для снайперской, или снайперской, ну да, снайперской винтовки. Вот, 4 патрончика, друзья мои, перезаряжаем. Вот таким вот образом. Отлично, маленькая там обоймочка, не знаю, сколько там в него вмещает. Ёлки-палки, поражаюсь всегда, когда я вижу этот прицел. Прям поражаюсь, мы на такой дистанции даже врага по идее не увидим, потому что игра не позволит нам показать его. Она нам не покажет его, потому что, ну, есть такое дело для оптимизации врагов и всякой хрени мы с вами видим намного ближе, чем такое вот расстояние. Там даже трава даже не видна, блин. А не то, что враг, ну или медведь. Хорошо, что у нас в итоге? На дробаж 4, пистолет пусть будет также 4, сделаем. На автомат 4 и на вот это вот говнецо тоже 4. Дальше у нас есть еще лук с тремя патронами, но я, наверное, замучусь сюда. Сейчас, секундочку, что мы замутим? Вот так вот. Equip arrow. Это arrow. И мы засунем вот эту вот стрелу тоже сюда. А, отлично. Все, тестим. Друзья мои, мы с вами тестим. Первую берем, короче, первую берем пистолетик. Попробую в дерево куда-нибудь. Посмотрим, какие там звуки слышны другие, да? Скорее всего, да, надо будет проверить именно вот так. Смотрим. Так, по дереву. Странно. Что-то, ничего такого у нас нет. Давайте сделаем по... Не то, что по дереву. Да, по дереву, блин, по доске. А прям по дереву, прям, смотри, по столу. Какие-то звуки вы слышали сейчас, да? Как будто там что-то ломается у нас. Хорошо. Секундочку. А если по машине, по металлу? Опля. А мне кажется, этого раньше не было. 100%. Короче, здесь у нас патрончики закончились. Берем дробаш. На машине проверяем. Да. Вот эту хрень у нас раньше не было. Давайте по дому. Ну, типа, не знаю, там, типа... Эти там осколочки какие-то деревянные. И вроде все. Дайте мне светлое дерево. Вот это вот. Короче, вот такая вот хрень, короче, да. Типа у нас крошится дерево, да? Да, звук определенно, он изменен. Автомат. Да. Есть щепочки, как будто падают. Щепочки, это хорошо. Но самое большое, короче, что я почувствовал, это не то, что щепочки. Это звук по удару по машине. Круто. Да. Довольно прикольно. Я считаю, нормально. Берем с вами что? Берем винтовочку. Надо опять что-то поближе. Наверное, такой же звук будет. Хереть, блин. Нормально. Вдалеке, само собой, мы этого не услышим. Да, этого слышать как бы не должно быть. И... Ты кто? Погоди. Рэйчел. Это Кейт. Я же говорю, блин, я всегда их путаю. Ну, раньше мы играли почаще, поэтому я их не путал. Ну, горова... Голова, блин. Горова, блин. Голова, как была деревянной, каменной, то... Такой она и осталась. И никакого звука не слышно. Хорошо. Короче, самый определённый такой, самый жёсткий, который мы услышали и почувствовали звук. Это был звук по удару по машине. Но не от снайперской винтовки. Я этого не почувствовал и не услышал. Да? Как-то так. Такс, теперь мне придётся вот всё этого дела оставить дома. Потому что мы сейчас уезжаем, друзья мои. Ну, досочки пусть будут пока что тоже здесь. А что у нас дальше? Секундочку. Ну, что я хотел сказать? Сейчас мы проверим импакт машины. То есть, что у нас, как у нас ударяется, как у нас бьётся машинка. И пойдём туда, где у нас есть снайпера, блин. Ё-моё, такс, погоди, давайте мы сядем прям так, без открывания машины. И погнали. Четыре литра топлива. Да, четыре литра мне хватает. Опля! Первый звук. Поняли? А что я ударился-то? Я, наверное, в эту вот хрень ударился, да? Я уже почувствовал. О, так у нас здесь вообще хабарчик такой прям жёсткий. Такс, мотор, глуши. Вот так вот. Тут реально хороший такой у нас хабарчик. Мы даже не разгружались. Я понял, в чём нюанс. Блин, мне знаете, что нужно? Мне нужно здесь ещё несколько чемоданов, чтобы я их просто сюда, как бы, домой клал. Да? И всё. У нас там свечи, там всякая хрень. Один чемоданчик у меня тут есть. Фонарик у нас есть. Я уже забыл на какую кнопочку. На L. Так, здесь у нас бутылочки. Пустой чемоданчик мне нужен. Есть? Здрасте. Вы не багуетесь. Да, вы не багуетесь. Сразу бы сказал, что всё, это баг пофиксен. Они уже будут думать, как оттуда вылезать по воде. Нормально. Я, кстати, взял бы ещё что-нибудь допопить. Давайте сделаем по-другому. Эти ящики я прямо оставлю дома. Вот так вот. Иди сюда. Давай. Тяжёлые такие. Я их прямо вот сюда вот. Вот так вот. Временно, да? Потому что они мне нужны. По дороге? Мы по дороге. Чё я заговорюсь? По дороге мы найдём по-любому другие ящики. Пустые будут. Я же хочу, чтобы их было больше. Вот. Всё будем нести домой. Всё для дома. Как этот, как Плюшкин. Всё домой. Это всё хорошо, прикольно. И офигенно. Потому что это у нас собирательская игра. А здесь без таких нюансов вообще никак. Нужно всё собирать и всё привозить домой. Только вот еду я, наверное, возьму. Какую-то еду. Этот у нас... Ну, уже всё. Он уже как бы заканчивается. Жить он долго не будет. Ломик наш. Свечечки я вроде взял. Но возьму эту, эту тоже. Если что, потом поломаем. Еду раз. Еду два. Это всё сюда. Это всё мне не надо. Это всё сюда. Отлично. И по дороге мы с вами найдём какой-нибудь другой хабарчик. Давай ломать машину. Вот. Первый звук есть. Это у нас не было. Дальше. Вот так вот. Это новая обнова, друзья мои. Да. Именно так, чтобы вы понимали. То, что вы сейчас слышите. Это то, как у нас разраб поменял. Ёлки-палки. Sounds effects. То есть, звуковые эффекты наших... Бутылочка здесь не пропадёт. Звуковые эффекты нашего грузовика. Так, снайпер. Где у нас снайпер есть? Туда по дороге. Туда по дороге. Давайте. Посмотрим. Где-то по дороге должен быть. Ещё из багов. Что он изменил? Курицы не пропадают. У меня всегда пропадали курицы. Я всегда приходил на второй день. У меня или одна, или вторая курица. Или вообще все, блин. Они все пропадали. Сейчас этого не должно быть. А мы сейчас куда едем? Мы, наверное, поняли. Мы едем к снайперу. Где-то должен быть снайперок. Дай камеру. Тихо, тихо, тихо. Мне надо бить машину прям. Жёстко. Я понимаю, что саундс, эффекты там поменялись. Стой, 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 стой. Давайте мы на всякий случай сохранимся. Потому что я не хочу это сто раз делать. Сюда доходить. Это всё-таки игра у нас ещё в стадии разработки. Поэтому не будем испытывать судьбу. Видосик у нас будет сегодня коротенький. Я вам покажу что-то как. И всё. Где-то здесь был в воздухе ящик. Вот он. Первый. Ящик, который я возьму. И сюда. Вот так вот. Висел здесь, висел в воздухе. И сейчас он будет моим. Тебе маленький... Да, вон туда вот. Что с колесом-то? Колесо пусть будет так же. Why not? Давайте ещё куда-то ударимся. Врежемся. Погоди. Не сильно, правда. О, новый звук, блин. Я же говорю, блин, всё новое. Круто. Ну, мне это нравится. Нравится, что разработчик всё-таки это всё не забрасывает и работает над этой игрой. А так... Редко. Очень редко. Я бы сказал, что слишком редко. Надо было ему как-то... Блин, я же говорю, блин, я оставляю всякие вещи по дороге. Это я лично. Всё это вот я тут оставил, да? Потому что не было места. А сейчас всё подбираю, как самый последний бомж. Подбираю... Всё, что когда-то я выкинул, сейчас это всё как бы... Типа нужные вещи. Да-да-да. Ай-яй-яй-яй. Вы заметили, наверное, что у меня патрончики есть, да? Но это я потому что заходил, перезаходил в игру. И сейчас, если какая-то проблемка будет, у меня будут патроны. Я смогу себя защитить, друзья мои. Снайпер будет там. Где-то вот там у нас и видосик закончится, потому что я вам покажу. Сам тоже хочу узнать, как это звучит. Покажу и вам. И всё. И на этом мы с вами закончим. Так-с. Гастейшн. Здесь, наверное, сохранимся, потому что меня сейчас снайпер будет убивать. Говнюк, а? Говнюк собачий. Собачий говнюк, я обычно говорю не так. Фара. Я обычно говорю, говно собачий. Я так сделала с лампы. О, фара, то есть. Отлично. Берём снайперскую. Снайперскую, блин. Офигеть, я говорю, как бы сегодня как дебил, блин. Давай, ты где? Там должна быть вышка. И снайперидзе. Так-с. Стреляй по мне, я должен слышать звук. Поменяли же звук, не? Должен меня заметить, смотри. Ну? Заметил? Надеюсь, вы его видите, потому что Ютуб мажет картиночку. О, так ему поменяли радиус даже. Он меня здесь даже не видит. Ё-моё. То есть я тебя вижу, а ты меня нет. Он в меня уже здесь стрелял уже. Я уже... Ни хера себе, блин. Убил. Однаку. Сделаем вот так, как обычно. Я делаю квит-гейм. И потом захожу обратно. Потому что так лучше всего. То есть вы не теряете никакие там вещи. Тут написано, что если вы будете перезапускать как бы ревайв, то у вас будет проблемочка. Многие из вещей пропадут. Или там качество их тоже упадет. Но разработчик сказал, что качество уже падать не будет. Но просто пропадут эти вещи. И все. Из инвентаря. И даже из вашей базы. То есть вещи реально пропадут даже с базы. Как будто вас ограбили. Плохо знаете что? Что он реально ваншотит. А почему он ваншотит? Потому что у меня хпшечки ни хрена нет. Вылечиться я ничем не смогу. Давайте кое-что сделаю. Я же хотел проверить еще с вами гранатку. Если ей что-то... В смысле она не ставится сюда? Ставится. Если поменяли звук гранаты. Как бы там патроны туда-сюда. Но гранатку надо проверять. Нет, звук тот же. На га-стейшн. Давай га-стейшн взорвем. Получится ли? Нихера, блин. Га-стейшн не взрывается. Но прикольно вообще. Взрыв, эффект взрыва. Охеренный. Прямо это прям об этом надо мечтать другим разработчикам. Потому что в других играх это все полное говно. Да, вижу персонаж наш сейчас уже как бы будет голодать. Давайте мы это съедим быстренько. Потому что у меня картиночка прям делается хуже, когда он голодает. Здесь тоже самое попьем. И проверим еще пару раз выстрел этого гребаного снайпера. К сожалению, у меня типа один этот шот и все, у меня конец. Поэтому сделаем еще раз сейв и пойдем смотреть. Я хочу понять звук. Я не почувствовал, что звук поменялся. Потому что перс просто сдох. О, у меня ведь... А не... Какой-то звук... Че это такое? А у меня поросстрел, да? Просто ё-моё, разработчик говорит, что... Вот смотрите. Bandit Sniper Sound. Другой. И Bullet Flyby. Той же другой. Звук пролетания пули от снайпера. Другой звук. Слушаем. Именно от снайпера. Но? Или от других тоже, я не пойму. Ну там у нас как бы есть парни, но я не хочу, чтобы они в нас сейчас начинали стрелять. Пацаны. Постреляйте-ка в меня, я хочу понять. От вас тоже будет звук как бы? Давайте мы немножко пошумим. А им пар... А, они типа даже от этого расстояния и не слышат? Хорошо. Давайте сделаем сначала. Так, какое-то дерево типа помешало. Ага, веточки помешали. Помешали нормально, да? Мы их даже... И тут земля помешала. Хорошо, блин. Надо вот прям в этот промежуток стрелять, там где нет деревьев. Я промазал, да? И патронов нет. Так, ребятки. А ну-ка идите-ка сюда, я хочу. Слышно, Bullet. Слышали, да? Да, к сожалению, это не та игра, где ты сможешь через ветки стрелять в кого-то. Это вообще определенно не та игра. Но я звук снайпера слышал. То есть, он реально слышен. Давайте мы еще раз посмотрим. Давай. Увидь меня. Видит. Блин, говнюк, что-то такой меткий. Во. Вот это вот и есть другие звуки. Так, со снайпера мы закончили. Давайте посмотрим. Хочу определенные звуки прям послушать. Удара. Удара об дерево. Удара. Вот. Это у нас был столб маленький, который обычно по дорогам. Ну, по еврокипейским, по нашим, по этим. Вы поняли. Столбики эти пластмассовые. Ага, вот такой вот звук был, да? Они всегда одинаковые будут или нет? Я вообще насквозь проехал. Погоди. Ё-моё, я как будто ударился в хрен помимо что. Такой же звук. Так, давайте дальше смотреть. Еще раз. Ага. Окей. Три звука одинаковых. Один был другой. Столб деревянный. Такой же звук. Давайте. В этот. Чуть-чуть различается. Мне нужен бетон. Давай в бетон. Это же не бетон. Это у нас мешки с этим, с песком. Это бетон. Чуток по-другому слышно. Теперь мне нужна машина, чтобы я понял, что у нас по машинам. Давайте в грузовичок. Короче, когда скорость большая, он звук какой-то всегда одинаковый и такой серьезный, жесткий. Есть тут более-менее целая машина. Вот, зад. Мусорка. Как будто я в металл ударился. Хорошо. А через машину вообще проехал. Я через них проезжаю. Что это за прикол? А был же такой звук, как будто я колесо там свистело. Почему его сейчас нет? Может только задом? Погоди. Давай задом. Да. Задом другой звук. Ой, я застрял. Погоди. А, это когда мы еле-еле двигаемся, да? То вот такой вот звук. Легкий. Тут мы проезжаем насквозь. Сейчас, наверное, проедем. Когда тихонечко двигаемся. Вообще... Да, есть, есть, есть. Есть разница все-таки. Походу, раньше был всегда одинаковый звук, а сейчас нифига. Давай, бейте. Да, но это прикольный. Приятный. Вот именно приятный звук. Слышно, что... Что удар был маленьким. Спокойненьким, да? Вот. Отлично. А если в этот же столб на большой скорости... Погоди, еще больше, значит, надо. То определенно звук должен быть другим. Да. Вот так вот. Короче. Друзья мои. На этом мы с вами заканчиваемся. Заканчиваемся. Нет, мы не заканчиваемся. У нас игрулька просто заканчивается, потому что все уже, что можно было показать, я вам показал. Так что, если вам все нравится, у нас начинается туманчик. Мне это не нравится, что туманчик начинается, но ничего страшного. Проверим, как у нас зомбочки. Зомбочки. Зомбята взрываются в тумане. Ну, если меня они, само собой, не убьют. Давайте мы мотор заглушим. Поднимемся наверх. Оно это небезопасно. Мне кажется, даже на вот эту штуку еще лучше будет. Давай. Тут еще выше. Вот, красавчик. Паркурчик, блин, появился. Иди сюда. Зомбаки. Where are you? Прям зомби апокалипсис. Ну, это как бы так и есть игра об этом, но... Ой, вы где, блин? Чего вы такие медленные? Зомбята. Я не замечал раньше. Но у нас калиточка тут дергается. Смотрите-ка. Она прям дергается и дергается. Она не может успокоиться. Калиточка в море. Оп-хоп. Не хватает только звука скрипения этого... Этих... Все? Почему не двигается? Странно. Очень странно. Так, с туман ты и будешь начинаться, нет? Потому что как-то... По виду уже начался. И по звуку тоже. Окей. Гранаткин пошел в бой. Только сначала надо собрать пару зомбаков. Поближе, чтобы они были. Зомбята. Вы где? Вот. Смотри. Только я их через этот прицел не вижу. Давай, я здесь. Ты тоже иди сюда. Чего, прям не видишь прям? Ну давай, ты там застрял, блин. Короче, два зомби есть. Нам хватает. Смотри. Сам себя главное не убить. Эй, поближе. Воу. Взрывная волна-то его убила. Ай. От него... Нихера себе, какое расстояние его убивает. Стой, 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 поближе. И меня тоже кинуло. Нормально. Нормально. Я раньше этого не замечал. Калиточка тоже от удара взрывного. От волны. Вот так вот дергается. Сейчас в эту... Тихо, тихо, тихо. У меня хп мало, блин. Ты че, блин? Вот я и сдох. Не заметил? Отражение в машине. Смотри. Отражение заметил? Да ну нафиг. Этого раньше не было 100%. Кто увидел отражение раньше? Я нифига не видел. А сейчас есть. Друзья мои. На этом мы заканчиваем. На этой хорошей ноте. У нас все отлично. Патроны есть, все есть. Так как это у нас не онлайн игра. Мы это себе можем позволить. Ну что ж. Такое отражение я помню. Такое было. А вот прям, чтобы в полный рост, как здесь, такого не было. Друзья мои, с вами был Кентавр. Это была игра. Мист. Сюрвайвл. Если вам понравилось, не забудьте поставить пальцы вверх. Подписаться. Да и само собой оставить свой офигенный комментарий. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok